СОХРАНИ ЖИЗНЬ Вы не в первый раз у нас в студии, мы вновь рады приветствовать вас. И для начала, наверное, давайте расскажем, каким был 2016 год для фонда СОХРАНИ ЖИЗНЬ. Ну, скажем так, год непростой для всех нас, на самом деле, потому что год высокосный. Для нашего фонда он был и трудный, и в то же время, я думаю, что результативный и продуктивный. Было нашим фондом организовано и проведено очень много мероприятий, мероприятий таких, как городских и различных акций. Два мероприятия было проведено на площади День мороженого, который был посвящен 25-летию онкогематологического центра. Наверное, вы все хорошо его помните. Хоть был день дождливый, но тем не менее, людей было достаточно много, все получили много позитива. Посмотрев концерт, который был довольно-таки красочный, спасибо всем, кто принимал участие в этом мероприятии, кто отзывается, помогает нам. Также на этом мероприятии все попробовали мороженого. И средства, которые были собраны с данного мероприятия, конечно же, пошли в помощь нашим детям, которые находятся в детской краевой больнице на Первой речке, в которую можно прийти и как-то тоже помочь, поддержать наших детей, наш фонд в том числе. Мероприятие было проведено на набережной, посвященное нашему дню рождения фонда. Нам было 7 лет. Тоже достаточно яркое, красочное мероприятие с концертом, с подарками и так далее. Было проведено масса различных акций. И вот последнее мероприятие, спасибо, что нас пригласили, добрый Владик, акция была. Также вот недавно тоже мы провели мероприятие, елку совместно с ковчегом для инвалидов всех Приморского края. Принимали участие, приходили также наши дети, которые находятся на амбулаторном лечении. Все остались довольны, получили массу удовольствия. Тоже всем огромное спасибо, кто помогал и принимал участие в данных мероприятиях. Можно подвести итоги, я знаю, и в цифрах сегодня. Например, закуп медикаментов. Да, конечно, цифры небольшие, немаленькие, наверное, где-то около миллиона у нас пошло на приобретение медикаментов, которые не входят в перечень бесплатных услуг. То есть все знают, что детская онкология, она бесплатная, но, тем не менее, есть индивидуальные случаи семьи, дети, у которых те препараты, которые ходят в бесплатный перечень услуг, не подходят, не так помогают, и нужно закупить именно тот препарат, который будет более действенным, более результативным. И как раз наш фонд помогает во всех этих моментах и закрывает все эти потребности. Бывает это очень непросто, и лекарства очень довольно-таки дорогие. Также около полмиллиона ушло на приобретение билетов, на перелеты в Москву, западную часть России, для получения также лечения наших детей, обследований и так далее. То есть тоже пребывание в больнице, лечение для детей наших бесплатно в Москве. Но, к сожалению, перелет стоит довольно-таки приличную сумму средств, которые не всем семьям под силу, особенно тем семьям, которые находятся в Приморье, не очень социально, скажем так, обеспечены. И как раз вот наш фонд подставляет такую руку помощи для того, чтобы семья, скажем так, не упала совсем духом и верила в то, что лечение наступает, и на самом деле наступает очень много случаев, когда дети у нас даже снималась инвалидность, и поэтому есть те положительные результаты, ради которых мы работаем. Вся помощь, скажем так, которую наш фонд доставляет нашим деткам, это благодаря не только нашей работе фонда, а на самом деле всех вас, простых людей, которые нам помогают, без вас нам абсолютно не справиться, и только вот отзывчивым, добрым людям, которые проживают у нас в Владивостоке, в Приморье, и из Дальнего Востока нам помогают, на самом деле и из Москвы тоже помогают, поэтому огромное спасибо. Я думаю, что в следующем году, несмотря на кризис и несмотря на трудности, мы все равно будем еще более добрыми, сплоченными и помогать в таких сложных ситуациях, потому что, ну, если вы придете к нам в отделение, вы увидите, насколько глаза родителей, насколько им нужна помощь. Дети есть дети, некоторые не понимают, что все-таки с ними происходит, и что это очень серьезно, а вот посмотрев в глаза родителям, вы увидите ту боль и ту надежду, которую они хотят увидеть в ваших глазах, и вашу помощь, и просто даже доброе слово на самом деле тоже очень помогает. Вчера было проведено мероприятие «Елка», когда дети получили подарки, дети получили подарки, родители получили подарки, медперсонал весь получил подарки. Мы абсолютно всех поздравили, благодаря тоже помощи всех людей, жителей Владивостока. Огромное, преогромное еще раз спасибо. Вот у всех были счастливые лица, глаза, мамы улыбались, медперсонал улыбался, ну а дети, это, конечно, это вообще просто, у них столько радости, они вроде бы с капельницами, с вот этими стоечками, где капают капельницы, они все равно выходят в костюмах, такие красивые, счастливые, сидели на коленках у Деда Мороза и с забвением рассказывали стихотворения, поэтому это нужно, конечно, видеть. И спасибо еще раз всем-всем, кто принял участие в приобретении подарков, то есть каждому ребенку с сонкоотделения был подарен подарок, именно тот, который ребенок писал в письме Деду Морозу, то есть именно у нас заранее были приготовлены письма, отправлены Деду Морозу, и Дед Мороз, конечно, все-все-все мечты осуществил, все желания, поэтому это было здорово и грандиозно. Я хочу добавить к вашему рассказу то, что помочь может действительно каждый из нас, это абсолютно легко можно сделать, хоть прямо сейчас, насколько я знаю. Расскажите, что для этого необходимо. Ну, прямо сейчас вы можете отправить смс с номером 3443 со словом BFSG. Это заглавные буквы нашего благотворительного фонда «Сохрани жизнь» и сумму, ту, которую вы хотите отправить. Сумма любая, любая, абсолютно, и маленькая, и большая. Для нас каждая сумма очень значимая и очень полезна. Вот, поэтому прямо сейчас можете отправить смс, и это уже нам поможет для... Потому что есть очень много уже заявок на приобретение, опять же, медикаментов, на отправку детей срочно, несмотря на Новый год. Опять же, отправку детей в Москву, в клиники и так далее. Дети продолжают бороться вместе с нами, вместе с родителями. Мы, естественно, их поддерживаем. И также, конечно, если подводить итоги, то статьи расходов у нас различные. Мы приобретаем и игрушки, и в коробку храбрости, которую вы также слышали, о том, что у нас существует для того, чтобы поддержать детей тогда, когда они делают различные, конечно, болезненные инъекции, капельницы, катетеры ставят. Для того, чтобы как-то детей подбодрить, и смотивировать на это все. Мы даем игрушечку, небольшую, маленькую. Ее можно приобрести, нам помогает сеть «Счастливое детство». Там проходит эта акция постоянно. Можно приобрести, оставить у администратора, и ребята передадут к нам в отделение. Либо можно закупить в любом другом месте и принести опять же в отделение и положить в нашу коробку храбрости. Также мы помогаем и с хознуждами. Как бы то ни было, государство выделяет, конечно, но не всегда хватает, потому что рассчитать бюджет и попасть тютельку в тютельку именно в те потребности, которые нужны, очень сложно. Кто этим занимался, расчетом, тот, я думаю, нас поймет, несмотря ни на что. Поэтому здесь, опять же, наш фонд помогает. Мы обновляли и шкафы, и помогали в этом году делать ремонт в онкоотделении. Еще помогаем. Тоже огромное спасибо, кто помогал нам приобретать краску. Мы планируем в следующем году обновить тумбочки, на которые нам нужны очень средства. Тумбочки уже старые. Сейчас нам нужны более мобильные на колесиках, которые могли бы передвинуться, пододвинуть поближе, для того, чтобы поставить детям ноутбук, посмотреть любимый мультик, положить какие-то медикаменты и так далее. То есть, очень нужны вот эти вот нам тумбочки мобильные, для того, чтобы было более удобно и комфортно, так как дети и родители пребывают вместе с нашими детьми. Причем я хочу сказать, что только в нашем отделении онкологическом есть такая возможность родителей. Спасибо огромное главврачу и заведующее отделение, которые добились того, что наши родители могут пребывать вместе с нашими детьми, потому что дети и родители, они очень связаны эмоционально-психологически, и ребенок, когда болеет, он нуждается очень сильно в маме и в поддержке. Так, к слову, был наболевший вопрос, насколько мне известно, Константин Хабенский задавал на Владимиру Путину. Вот у нас, видите, добились. Да, у нас это есть, существует, и мы просто молодцы. Молодцы все и врачи, которые это понимают и поддерживают. Заведующая Людмила Михайловна всегда способствует этому. И, естественно, тоже для того, чтобы пребывание было комфортно нашим родителям. Я хочу сказать, что обстановка в отделении у нас такая более домашняя. Есть и стиральные машины, где можно постирать белье, и печки, где можно приготовить еду, ту, которую ребенок непосредственно захотел, когда проходит химию. Тогда, когда проходит химиотерапия, ребенок очень часто отказывается от еды, он не хочет ту или иную пищу. Поэтому, когда он что-то просит, мама счастлива, что он хоть что-то кушает, это идет, бежит готовить, и это можно приготовить прямо у нас в отделении. Также есть подсудомоечные машины. Для обслуживания всего это, конечно, опять же, нужно средства, которые мы собираем и поддерживаем, чтобы работали и печки, и стиральные машины, и порошок. Опять же, повторюсь, почему? Потому что родители очень часто, и, наверное, основная часть у нас с Приморья, это все-таки небольшие группы социальные. Вот, иногда даже и вещи покупаем, и памперсы покупаем. И памперсы, причем, не только для маленьких детишек, а и для постарших, потому что, опять же, когда проходит химиотерапия, когда капельницы капают, это довольно-таки длительный процесс, и тут тоже нужны пеленки и памперсы. Вот, пребывание детей наших в отделении длительное, несколько месяцев, и даже, ну, достаточно долго. Поэтому, конечно, мамочка должна быть рядом, поддерживать эмоционально, и мы стараемся со своей стороны, опять же, тоже, вот эту эмоциональную составляющую поддерживать. Каким образом? Приглашать различных клоунов, волонтеров, которые нам очень и очень необходимы проводить различные мастер-классы, так как все-таки эмоциональная составляющая это, ну, не основной, но тот, та часть, которая нужна для позитивного настроя и для выздоровления, потому что это прям очень важный фактор. В общем, помощь нужна, и помощь нужна абсолютно с разных сторон. С разных. Давайте чуточку позже продолжим эту тему, а сейчас прервемся на короткую рекламу. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем наш разговор с директором благотворительного фонда «Сохрани жизнь» Светлана Игорковенко. Светлана, мы остановились на том, что нам и вам необходима любая абсолютно помощь, будь то даже дети, может быть, школьники, волонтеры, да, и я знаю, что в связи с этим вы планируете открыть волонтерское движение. Расскажите об этом подробнее. Ну, да, мы планируем, даже не планируем, а уже немножечко запустили. В данный момент лично я хожу по всем учебным занаведениям, рассказываю о нашем фонде, о том, что такое волонтерское движение, какие нужны потребности, какие плюсы для, скажем так, учащихся и молодежи в целом. А плюсы, они каковы? Это, во-первых, мы учим благотворительности, быть добрыми и социально, ну, наверное, раскрепощенными, что ли, и делать какие-то дела, добрые дела, помогать людям в целом. То есть мы пытаемся, наш фонд пытается развить молодежь, где-то коммуникативные качества развить, учить говорить, общаться. кто-то нам помогает сайт разрабатывать, кто-то статьи пишет. То есть абсолютно любая помощь и абсолютно любые качества, которые есть у ребят, есть возможность развить, проявить, показать себя. Это очень пригодится детям в дальнейшем, в будущем создать свою некую портфолио, которая пригодится при поступлении в университеты, в вузы, высшие учебные заведения. Те, кто учится уже в высших учебных заведениях, также это портфолио пригодится для того, когда будут поступать на работу. Так как сейчас у нас довольно-таки работодатель тоже смотрит на то, какой человек и какая личность в целом. Понятно, что есть какие-то профессиональные навыки, есть оценки положительные, но все-таки коммуникабельность, какая-то внутренняя составляющая человека, что он может делать помимо того, что написано в аттестате, это очень большую роль играет именно тогда, когда работодатель принимает на работу. поэтому мы стараемся привлечь сейчас волонтеров в свое движение. У нас создана группа, также у нас обновляется сайт следующего года, у нас будет новый сайт, наконец-то он будет работать хорошо, качественно, и через сайт можно также оставить адресные пожертвования, и будет отдельный блок для волонтеров, в котором можно будет узнать о том, как к нам попасть. В данный момент можно позвонить на мой номер телефона 276 7657, задать вопросы, и узнать, кто нам нужен, как к нам попасть, нам нужны фотографы, и те, кто начинают быть журналистами, писать статьи, психологи начинающие, очень хорошо проходить у нас практику можно, даем потом рекомендательные письма, благодарности, которые фиксируют о том, что волонтер, чем именно занимался, какие-то проекты может быть курировал, и так далее, то есть мы даем возможность молодежи проявить себя, проявить себя и помочь одновременно, то есть здесь идет саморазвитие и помощь, это очень много значит, и я думаю, что в таком скажем так о консенсусе мы очень плодотворно будем работать и мы только набираем обороты в дальнейшем у нас есть хорошие, скажем так, преподаватели с Москвы, с фонда «Подари жизнь», с которым мы очень тоже плотно сотрудничаем, они нас обучают, мы готовы отправлять лучших волонтеров в Москву на обучение, поэтому перспектив очень много и приходите к нам, будем рады абсолютно всем, с любыми качествами, если даже вы ничего не умеете, мы вас научим. В общем, не стоит волноваться и бояться, нужно обратиться к вам и прийти. Я думаю, что таких людей будет много, желаю вам развития и в том числе и в этой сфере, в сфере волонтерского движения. И хочется поговорить сейчас о планах фонда «Сохрани жизнь». Я знаю, что ближайшие планы это такое доброе рождественское мероприятие 7 января, расскажите о нем, пожалуйста. 7 января приглашаем всех жителей Владивостока прийти с семьей в Малый Гум в развлекательный центр «Тритон». С 13 часов у нас будет мероприятие, открытие с 13 до 17. Будет проходить доброе Рождество, мы назвали, будет, естественно, опять Дед Мороз и Снегурочка, будут шоу-мыльных пузырей, фокусы, различные игры, танцы, то есть очень много позитива, энергии, есть возможность с семьей встретить и провести этот День Рождества в такой позитивной составляющей, но еще самое главное то, что вы придете, вход будет платный, также будет некое соревнование по боулингу и вот мастер-классы различные, конечно, будут, на которых вы можете сделать какие-то поделки собственными руками, подарить своим близким. Все средства, собранные с данного мероприятия, пойдут, конечно, для наших детей, для закрытия их потребностей, вот, поэтому приглашаем с нами провести этот добрый день, доброе Рождество, повеселиться и, конечно же, тем самым еще и помочь. Приходите, будем рады всех видеть еще раз 7 января с 13 до 17 часов. Светлана, может быть, еще какие-то планы? Да, конечно, планов у нас очень много, абсолютно под каждую дату мы будем проводить различные мероприятия, следующая дата это 15 февраля, день международной детской онкологии и приуроченной к этому дню у нас будет проходить акция по сбору крови. Дату мы еще точно уточним и дадим информацию, проанонсируем. А вот 11 февраля приуроченной к дню международного дня онкологии будет проходить мероприятие, концерт благотворительный, средства с которого также пойдут помощь нашим детям в иллюзионе. Поэтому место ограничено, также следите за информацией, мы будем подавать и приобретайте билет, также будет еще и разворачиваться фойе ярмарка, в котором можно приобрести различные приятные вещицы и тем самым тоже помочь нашим детишкам. Естественно, также в отделении мы очень много мероприятий для наших детей проводим абсолютно каждый праздник, каждая дата у нас устраиваются для детей некие праздники с подарками. Далее давайте мы оставим некую интригу о тех планах, которые мы еще планируем. Естественно, будет день рождения фонда, 1 июня это, конечно, очень значимое событие, будет у нас выставка, выставка, скорее всего, аукцион с продажей детских картин, которые будут нарисованы нашими детишками, поэтому следите за нашими новостями, участвуйте, всю информацию можно смотреть на нашем сайте, в соцсетях Сохрани жизнь, находить Инстаграм, Фейсбук, Контакт, все доступно, мы открыты, все наши отчеты также находятся на сайте, если кому-то нужно что-то запросить дополнительно, мы абсолютно все расскажем, покажем, мы открыты, максимально открыты, максимально стараемся показать обратную связь, что мы делаем, как мы делаем, приходите, задавайте вопросы, если у вас есть сомнения, еще больше задавайте вопросов, для того, чтобы понять, что на самом деле мы делаем, как мы делаем, и с какой целью мы делаем. Светлана, к сожалению, наше время выходит, нам пора заканчивать, и мне бы очень хотелось, чтобы напоследок вы поздравили всех жителей Владивостока, Приморского края с наступившим Новым годом. Поздравляю вас, наши добрые, отзывчивые жители Владивостока и вообще Приморского края, за вашу доброту хочу сказать спасибо, поздравить вас с Новым годом, который, я думаю, что будет более легкий, более добрый, более отзывчивый к вам и к нам в том числе, поэтому всего вам самого хорошего, здоровья, конечно. Светлана, спасибо вам большое, спасибо за ваши добрые слова, а главное, за ваши добрые дела. Развития вам и успеха в Новом году. Спасибо большое. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить» в студии работы Ланы Бережная Увидимся на Восьмом.